Как Бог выдаст. Так, слушаю. Там какой-то шум идет от Александра Анатольевича. Он микрофон включает и шум идет какой-то. Ну да. Я убрал уже. Александр, будете вопрос задавать? Задавайте тогда, я пока отойду. Я смотрел, как Игнатьевич сам разговаривал. Я видел, как он расположен сильно, как Игнатьевич Хороший человек, по-моему. Ну, слава Богу. Николай тут, у него есть такая специальность или что-то расположенное. И он кинул ему там Википедию мою, еще что-то. Вызвать такого человека с незнакомым человеком. Ему зачем, когда он на крючке у них стоит, прямо за ним гоняются. И вот сильно-сильно эти, кто там называется, патриот. А он как раз патриот и есть. Но не по их. Но тут кое-что мы коснулись. И он там про старообрядцев речь зашла. Ну, если Господу угодно, то у нас будет более близкое отношение. И тогда я ему начну говорить то, что есть. А это только так. Первые шаги. Чтобы сразу не потерять человека. Так, слушаю, никого нету. Братья, вопросы есть? Сестры можете... Сразу двое. Игнат Тихонович, в книге Исаии говорится, укрепите ослабевшие колени ваши. Ну да. А в книге Исаии говорится, горе сердцу расслабленному. Что это означает, сердце расслабленное? Сердце расслабленное. Немужественное. Где-то припугнули, где-то что-то, и он отступил. А, не буду делать все. Я вот, где жил на второй строителе, мне подбрасывали записки. Я занимался с детьми, они воровали. У нас поезда, пассажирские там дальше шли, а около нас грузовые. И останавливались. Туда идут, останавливаются, и обратно идут. Ну, такая линия была. И они вагоны грабили. Я с ними беседовал. И дети были расположены. А родители недовольные. Ну, и всякие записки там угрожали и прочее. Ну, Господь по-своему все делает. Ничего не было плохого. Я тоже неразумно поступал. Тут драка с ножами была. А я в окно видел, я выскочил, пересек дорогу. И прямо в группу вот втесался и растянул их. Ну, долго ли было там проткнуть-то? Ну, там все жены, они мне благодарны были. Безразмерны. Я в окно смотрю, а у меня уголь привезенный. И человек один его берет. Я его не занес еще в сарай. Через дорогу-то берет и оглядывается. Ну, так мне это тяжело стало. Что же он так делает? Оглядывается. Там у него ребятишки. Я тогда подошел сзади, подошел. Он меня как увидел. Он опешил. Я говорю, Аркадий, ты чего оглядываешься-то? У тебя дети, сколько тебе надо? Бери. Я могу еще взять где-то. Поэтому не переживай. А ты берешь, я гляжу, мне как-то даже неудобно. Вроде бы я тебе пожалел. Так он такой друг стал. Я говорю, ты сколько надо отсюда перетащи, а он, ну, рядом тут дом. Еще вопрос, Игнает Михайлович. Давай. Можно? Можно. Милость, даяние, да будет ко всякому живущему. Но и умершего не лишай милости. Что означает умершего не лишай милости? Ну, означает молись за него, подавай милость. Для православных это понятно. Но за кого? Который был верующий. За гробом нет покаяния, приемлемо в Отцом Небесном. Мы считаем молитвы. Нет. Это обман. Дверь закрылась. Почему? Первое, второе, Коринфянам 5.10. Говорит, всем надлежит предстать присудилище Христово, чтобы получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Вот как. И поэтому не лишай никого, если он не пьяница. А то дают там, которые полумертвые, уже пьяные стоят. Да не так. Вот бывает человек там бедный какой-то или что. Ну, так поэтому не гляди на это. Подавай, не лишай милостыни и умершего. За родителей, за близких, кого знаешь. У нас, когда заботятся о родных, то должны знать, батюшка знает, о ком просит здоровья. Если верующий, здоровье нужно. Если неверующий, оно ему не нужно. Зачем? Неверующему, да это он бутылку выпивал, а теперь здоровый стал, две выпивает. Не нельзя этим играть. Я вот молюсь за людей умерших, которые не нашего круга были. Но они очень были расположены ко мне. И так помогали, даже не выскажешь. Ректор университета, там 30 тысяч с лишним студентов. Истегнеев, можете посмотреть. Владимир Васильевич. Истегнеев. У меня фотографии с ним, он приходил. Вот он идет когда, а там студентов столько где-то, а бывает там собрание, коллоквиум какой-то. Он при всем народе увидит, подойдет ко мне, обнимет, поцелует. И скажет, я преклоняюсь перед этим человеком. Ой-ой-ой. Мэр города был, сколько помогал. Тоже Владимир Николаевич Баварин. Я вот считаю, хотя он входил в десятку лучших мэров, по моему рассмотрению, в этой десятке он был самый лучший. Близкие-близкие отношения были. Только я звонок дал, все уже сделано будет. Но я молюсь за них, за упокой. Сначала узнал, что они верующие были. А другой там помогал, Анатолий, РТИ, резино-технические изделия. Четыре лодки подарил. Ну, очень хороший человек. Но внезапно умерли люди эти. Я не знаю, какая причина. И я за них молюсь. А в конце добавляю, если моя молитва, Господи, неприятна, прости меня, грешного. Ты говорил, Господи, кто напоит холодной водой, не пропадет к нему награда. Они нам много помогали. Прости его, Господи. Вот так. Игнатий Технич, с миром. С миром. Владимир. Слушаю. У меня вот вопрос по поводу милостыни. Недавно, где-то пару недель назад, заходил в магазин, а там стояла бабуля. Ну, как бы, просила милостыню там. Вот. Думаю, сейчас в магазин схожу, выйду и подам ей. Ну, там, сколько мне было. Вот. Выхожу, смотрю, ее нет. Вещи ее остались, ее нет. Смотрю, она вышла из магазина, и кури стоит на крыльце. И вот мне как-то сразу желание перехотел подавать, и ушел. Не подал. Вот об этом я думаю. Ну, правильно я сделал? Правильно, правильно. Если вы будете помогать, эта монета окажется в пригоршне у дьявола. Это, в Житие Святых написано, там на дудке играл один, там, вот как вот сейчас это, где покушение на людей было. Ну, они там плясали, танцевали, и в это время первая неделя поста. Тут надо понимать, почему Господь допустил это. Первая неделя Великого Поста. А там собрались люди-то какие? Ну, и поэтому Господь вот допустил такую беду. Надо смотреть, кому подавать. Это Нипон, Житие Святого Нипонта, Житие. И он подал милостыню, которой человек недостойный ее был. Он играл сам, какая-то дудка у него, что ли. И в ту же минуту он увидел, как эта пригоршня у дьявола оказалась в преисподней. Вот и все. Так, слушаю дальше. Я хотел не вопрос, а как бы помолиться за Ирия Евгения. Вот он у меня тут, ну, который у меня эпитемию наложил там до полгода. И никак он не хочет на разговор со мной выходить, пояснить. Чтобы помолились за него, чтобы Господь ему немножко коснулся сердца, чтобы он не безумствовал. Ну, помолиться там, помолиться можно. Как его звать? Евгений, отец Евгений. Не понял. Евгений, Женя. Женя, а, Евгений. Ну, а если бы я подошел к нему, познакомился, он бы что-то сказал? Вы так более внимательно посмотрите. Может, что-то есть такое, от чего вам избавиться надо? Ну, я смотрю, наблюдаю. Нет, ну, знаете, я вот просто-напросто, я ему сказал, говорю, в чем мне надо каяться? В том, что я сказал, что не надо отнимать людей, которые не верующие, которые облик не пересели ни разу. Это немало. Это вы считаете, в рот к нему залезли? Ну, понятно. Они питаются мертвецами, так что перетерпи. Ничего там не будет, меньше нагрешишь. Я сколько раз вам говорил, да воздаст вам Господь за вашу смелость и ревность, но не перешагивайте эту границу. Вот он отлучил, все спокойно. Награда ваша велика перед Богом будет. Запомните, он вам венец вплетает на голову. Не добивайся от него ничего. Сам себя исследуй. Он не принял вас. И будь доволен этим. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Аллилуйя, Отец. Да. Так, еще кто есть? У меня еще вопрос, Игнат Тихонович. Ну, давай, Егор. Игнат Тихонович, мы часто говорим, не судим ближнего по себе. Да. У книги Сираха я встретила судья ближнего по себе. И о всяком действии рассуждали. Э, тут большая разница. Тогда, говорят, не суди по себе. Ну, говорится, что тебя тронь, только попробуй. Ты-то теперь его трогал-то. То есть вот это надо. А тут, когда говорят по себе, ты попал в такую беду и где-то что-то. Тут разное значение слова. Одно в том, чтобы ко мне относились хорошо, а сам как-то относился. По себе. Вот такой поступок кто-то сделал. Как бы ты отнесся? Это мы говорим так. А там речь идет о том, что мы одинаковы перед Богом-то. Будь внимателен. То есть кто-то разная ступенька. Все здесь. Благодарю, дядя Тихий. Да, надо внимательно смотреть. И еще один вопрос. Какой смысл заложен? Как говорится, будто бы так-то, знаете как, вот слово, ну, ну, к примеру скажем, ну. Вот сколько? Ну! Это удивление. Ну! Это я уже задираюсь. А я ничего не меняю. Только интонацию смоняли. Ну! Это насмешка. Так, надо быть внимательным, смотреть, что там заложено. Вот поэтому мои года, мое богатство. Кто это пел? Вахтанг Тегебизи. А, правильно. А слово Вахтанг как переводится? А? А? Не знаю, да. Я глянская. Волчий сын. Волк. Вот Владимир Вольфович был, это Вольф, это по-немецки. А это по-грузински. Вахтанг. Вахтанг. Волк. Ну, наверное, все. Молиться надо будет. Нет. Еще один вопрос. Игра тихонько. Давай. В первых главах Сираха говорится, что кто нашел верного и хорошего друга, тот нашел сокровище. И что? Дальше я здесь увидела, смотрите, жизнь довольного своей участью и труженика сладостасна, но превосходит обоих тот, кто находит сокровище. Вот это сокровище имеете ввиду друга или вот сокровище в прямом смысле? Сначала, что это означает? Через друга я добуду, мне работу дадут и прочее. Вот тут у нас приходило одно время, его сейчас нет сегодня, Денисов Георгий, ему же лет 19. Он сейчас едет в Барнаул, завтра его будет встречать Елена Гладощук. И он будет у них на ферме работать. Его мать отпустила, благословила, они рады, что он уехал. Ну, я говорю, дал адреса все, и говорю, отдай матери, и дальше будет видно. Завтра он сейчас в пути, так что его помянуть надо. Вот так. Он с Володей, с Владимиром моим тут беседовал и проще. Он где-то учился и ушел, учиться не хочу. Это есть такое, не хочу учиться, а хочу жениться. Ну, он это не говорит, это пословица Фанвизина. Ну, вот так. Сокровище. Вот у нас такая взаимная любовь с Вячеславом Семеновым сказать нельзя. Вот Бог это делает такое. Вот он, когда говорит, даже... Вот у него все переменилось, как мы встретились. И что бы только я не сказал, у нас сходится. Только я подумаю, говорить он уже... Мы как-то, как будто мысли друг друга знаем. Вот настолько интересно это. Дай Бог, чтобы не ослабела эта взаимная любовь. Ну, все, наверное, да? Аминь. Да, назначать Игнатик. Хорошо. Сейчас мы пойдем. Будем искать. Так. Так, стоп, 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 стоп. Галина Загуляева здесь. Отошла. Так. Хорошо. Я здесь, Игнатий Тихонович, я здесь. Слышите меня? Да теперь, слышишь, еще долго не отвечала ты. Ну, тут, видите, по кнопочку нажмешь. Ну, понятно. Сейчас братья пропоют, там достойно обычно поют они. И помолись кратко. Прославь Святую Троицу, что ты вечно путешествующая, целая и здоровая вернулась. И Богу славу воздай. И громко скажи Аминь. И кто будет согласен с Галиной, тоже скажите Аминь. Молитва делается вашей. С Богом. Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь. Достойно есть я воистину, Блажите Тя Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувим, И славнейшую без сравнения Серафим, Безыстрения Бога Слово Рошую, Сущую Богородицу Тя величая. Господи Милосердный наш Иисус Христос, Отец, и Дух Святой, Благодарим Тебя, что Ты позволяешь нам собираться И изучать Твое Святое Слово. Благослови нас, Господи, чтобы мы это Слово Внимательно слушали, принимали в сердце свое И несли его людям, которые Тебя еще не знают. Благодарю Тебя, Милосердный мой Господь, Что Ты сохраняешь меня на работе. Слава Тебе! От смыкова зла, от всякого пиха, От несчастного случая, Меня и моих пассажиров. Слава Тебе, Господи, за Твою святую охрану. Благодарю Тебя, Господи, за братьев и сестер, Которые молятся обо мне непредставно. За любовь нашу братскую, христианскую. Слава Тебе! Не оставь нас всех без помощи Твоей, Святой. Распусти нас с миром. Да будет на все с нами Твоя святая воля. Слава Тебе за все, Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спасибо, Христус.